На стеклозаводе Елизова вновь открылся цех номер 4. Его закрыли в трудные для предприятия времена. Людей, которые трудились в нем раньше, приняли на работу 130 человек. Стеклозавод супер важен для Елизова. Будет жить завод, будет и сам поселок, равно и наоборот. Предприятие проходит процедуру банкротства и ликвидации. И очень скоро, возможно, у него появится новый хозяин. Но уже сейчас тут выпускают продукцию, продают ее, получают прибыль. Как встать на ноги, если предприятие банкрот и меняет собственника? Такой опыт в Елизова есть. Елизова – крупнейший производитель стеклотары в Беларуси. Но он банкрот. Причиной стали долги, за газ и по кредитам. И сейчас идет ликвидация. Звучит страшно, но на деле предприятие восстановилось и хорошо работает. Ну, бывало, ты так и всяк. А теперь так? Ну, сейчас, если работаем, значит нормально. Что улучшило ситуацию? Во-первых, в Беларуси ввели утилизационный сбор. За каждую бутылку, везенную из-за рубежа, нужно заплатить сверху. Это сразу вывело елизовскую продукцию в разряд востребованных в Беларуси. Во-вторых, ситуация с курсом российского рубля. В-третьих, программа экономии ресурсов, ведь в себестоимости стеклотары 34% занимают газ и электричество. Мы работаем постоянно на результат, на качество. И мы стараемся, и у нас получается. Здесь непрерывное производство. Круглые сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И жарко, и очень шумно, так что разговаривать можно только в техническом помещении. Это цех номер 2. За сутки выпускает 180 тысяч бутылок. Расплавленное стекло, высокие температуры. Самой печи 1520 градусов. На выходе уже на капли, она там 1140-1160, в зависимости от ассортимента. Почему у вас тут жарко? Да, тут жарковато. Стекловары – сдержанные люди. Они не привыкли жаловаться и говорят, что просто работают. Продукция сейчас востребована, и не такое уж невыгодное это дело – производить тару. Поэтому должно хорошо стать когда-нибудь, как всегда нам обещают. А вы верите? Ну да, в общем деле. Кстати, на заводе есть люди с совершенно не белорусскими фамилиями. Например, Штольберт, чьи предки приехали строить стеклозавод и остались жить и работать в Елизово. И через 100 лет уезжать, кажется, не собираются. Открыли второй цех. Это очень хорошее дело. Людей много назад вернулось. Уже идешь по заводу и смотришь, что по два, по три года людей не ведут. А они уже вернулись. С России даже. Цех номер 4 – тот, который закрывали и теперь открыли. Сейчас тут делают банки, в том числе и для России. Контролеры продукции следят за качеством у экрана. И могут дать интервью только без отрыва от производства. Женщины рады вернуться в цех, который стоял больше года. Мы очень рады. Потому что много безработных было. Хорошо, что появилась работа. Для завода это событие большое. Для Елизова, я думаю, это колоссальное. Потому что тот, кто не развивается, тот умирает. А цех – это объем производства, это рынки сбыта. В данный момент мы даже двумя цехами не обеспечиваем потребности клиентов. Особенность стеклозавода в том, что практически каждый его работник может рассказать про свою трудовую династию. И папа, и мама, и муж, и сестра. И теперь сын пришел на производство. Все же здесь наши предки работали. Я думаю, что и мы, и наши дети. И дай бог, чтобы всем была работа. Проблема, скажем так, оказания содействия в трудоустройстве незанятому гражданам является актуальной для нашего Сиповического района. И сегодня, конечно, открытие или запуск нового четвертого цеха, а это без малого 130 дополнительных рабочих мест, является положительным примером решения проблемы занятости населения. Люди понимают, что в сегодняшней стабильной работе завода большая заслуга руководства, которое в критической ситуации приняло верное решение. Но все говорят, нужно, чтобы каждый на своем месте работал добросовестно. Тогда качественная продукция будет востребована клиентами. Стеклозаводу в Елизово в следующем году исполнится 105 лет. У него большая история в стекле, и оно хранится в заводском музее. Среди сосудов есть экзотика – мухоловка. Сюда наливался сироп, и бедные мухи попадали в ловушку. Ну и знаменитые граненые стыканы помнят, наверное, все. Елизово – особенное место на карте Беларуси. Рабочий поселок, где живут более двух с половиной тысяч человек, и все они практически связаны с одним предприятием и его инфраструктурой. 700 дворов, 300 детей в школе, 8 магазинов. Но главное – все же завод. Ну как живется? Змогаются, как говорят белорусы. Живем, но работает завод пока. Естественно, появились новые рабочие места, и у людей есть какая-то работа. Надо стабильная экономика было. Хотелось бы, чтобы все было так, как есть. То есть завод функционировал, люди работали. Это благосостояние нашей страны, это наши люди. Поэтому завод должен работать. Новый собственник стеклозавода определится на торгах, и следующее уже 18 апреля. Так что вполне возможно, что очень скоро завод в Елизово будет иметь новое название и нового хозяина. И начнется его новая эра. Редактор субтитров А.Семкин